добрый день привет я роман соболек респондент агентства университет в москве вы наверное будете удивлены хотя чему тут удивляться но заявление российских официальных лиц по сути сводится к обсуждению исторических процессов иногда складывается впечатление что это не брифинги российских чиновников а заседание военно-исторического общества и именно по этому поводу конечно хочется заметить ребята не кажется ли вам что вы используя прошлое просто пытаетесь обосновать свои будущие и сегодняшние агрессивные шаги в том числе против украины подписывайтесь на мой youtube канал и тогда начнется полная мракобесия вопрос связан также от наших читателей он был адресован сергей викторович лаврова но на ежегодной конференции не смогли задать вопрос поэтому перенесли вот на брифинг владимир путин неоднократно заявлял что разрушение ссср это трагедия и много миллионов граждан советских пострадали и сегодня многие кстати из наших читателей подают документы в суд и не с тем чтобы возместить ущерб какой-то от развала ссср а с тем чтобы признать незаконность развала советского союза напомню что на дворе то есть за окном конец января 2020 года но рэперных точек несколько 1945 год 1991 развал союза и 2014 оккупация украинского крыма и донбасса и сейчас некоторые суды рассматривают такие дела в связи с тем вопрос если такие прецеденты будут решения суда как внешнеполитическое ведомство видит новые отношения с республика новые отношения с республиками но смысле бывшими республиками советского союза ныне независимыми государствами то есть если какой-нибудь районный суд на российской федерации примет решение о том что распада на этой большой когда-то страны был незаконным то это что это ну по сути юридическое обоснование для того чтобы ситуацию отмотать назад правильно а сделать это можно только одним способом ну методом бомбежек и артиллерийских ударов но примерно так как на донбассе владимир владимирович нас учил что сначала россия начинает симпатизировать а потом танки артиллерия но если вернуть все как было до дуне до 91 года то очевидно авиация ну и современные ракеты калибр не только калибр их там много и владимир владимирович о них на время от времени рассказывает прошу вас меня понять и простить в данном случае потому что это нужно это не сложный вопрос это очень простой вопрос нельзя предвосхищать ни одно решение суда своим комментариям понимаете это касается всего дело конечно не в решении суда а в действиях потому что по сути вопрос в чем будет ли российская федерация но по сути огнем и мечом восстанавливать советский союз потому что по-другому это не получится и 2014 год мне кажется он это показал административных уголовных дел международных процессов это просто невозможно есть позиция государства но это вопрос уже к профильным ведомствам но предвосхищать возможное решение суда так сказать рассказывая что будет потом если и так далее но это просто антинаучно тут много всего антинаучного но на прикольно да это вопрос к профильным ведомствам возможно мария владимировна хочет сказать что обращаться надо не в мид российской федерации а в министерство обороны российской федерации которая ну по сути должно будет исполнить роль судебных приставов чтобы отменить развал советского союза а какие в таком случае увидите виды интеграции с бывшими республиками советского союза но это вы тоже самое спрашиваете просто другими словами вам уже ответил мне кажется здесь мария владимировна немножко проговорилась потому что на беседовали они о том что на развал союза был незаконным и на дальше идет вопрос о интеграции постсоветского пространства а спикер мид российской федерации говорит это одно и то же то есть интеграция но смысле вот эти вот таможенные союзы и восстановление советского союза ну по-моему все просто наглядно и потрясающе в своей откровенности но на на самом-то деле на этом брифинге по сути украине и польше уделили самое большое внимание поляков ругали так как в 2014 году украинцев за то что мы в 14 году защищались от российского вторжения а поляков за то что они развязали по сути вторую мировую вот так даже на этом фоне просто запредельно звучат заявление президента украины зеленского который фактически уравнял роль советского союза с третьим рейхом в их роли цитирую в развязывании второй мировой войны что-то опять же цитирую позволила нацистам запустить смертоносный маховик холокоста конец цитаты говорит не говорит не человек заведомо стоящий и объявляющий себе как а неонацисте это говорит президент государства стремящегося к достижению новых новых демократических высот эффект от двух слов на сказанных владимиром зеленским похоже на то как будто украинский на медведь засунул лапу в улей с осами или пчелами которые должны были бы добывать или приносить мед но заняты чем-то другим они здесь так гудят что просто иногда кажется ребята вы уверены что вы полностью послушали спич зеленского это же не сложно сделать больше то польский народ першим першим и бичула на собе наследки злочинной зумовы тоталитарных режиме c призвало до початку другой святовой вины то дозволило нацистам запустите смертоносный маховик голокосту сьогодні усім демократичным державам слід объеднати свои зусиллям Європа и свят не мают права сьогодні мовчати як це було у тридцать девятому році Європа и свят не мают права на байдужість і бездіяльність тільки згуртованість світу зможе дати висич будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голокосту і даємо клятву ніколи знову по сути Митроссія і российська общественность признають що СССР был тоталітарним государством тому що Зеленський говорив о тоталітарних режимах а здесь услышали СССР но почему-то услышали только вот эти слова о том что он Владимир Александрович призывают всех ну как бы объединиться против вот этих современных вызовов чтобы не повторить эту трагедию в будущем или в настоящем в МИД России и в России в целом вообще-то не слышат и тут же что имел ввиду на президент Украины он говорил о том что вот эти вот тоталітарные страны которые существовали тогда ну по сути декларировали в качестве своей национальной идеи покорение или всего мира или половины мира и в конечном итоге именно вот эта идеология привела к второй мировой войне а это конечно здесь никого не интересует они вцепились в слова тоталітарные режимы и переливают из одного стакана в другой и после этого украинские власти задаются вопросом почему их народ не хочет жить с ними в одной стране вот это ключевые слова потому что российская федерация вот устами Марии Владимировны они непосредственно обосновывают и увязывают события прошлого с 14 годом они по сути слова Зеленского воспринимают как оправдание российского военного вторжения в Крым и на Донбасс как Мария Владимировна сказала что граждане Украины не хотят жить в своей стране и если мы говорим об оккупированных территориях то возникает вопрос а кто их спрашивал ну конечно тут все начнут писать сейчас особенно эти фанаты скреп что был референдум однако что же это за референдум который проводит российская армия ну по-моему это не очень похоже на референдум и кстати на этом же брифинге Захарова говорила что вот американцы и канадцы они настолько подлые что ввели санкции против компании которые осуществляют железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом мол этот супостат все равно не сможет остановить сообщение через Крымский мост и казалось бы ну ничего нового и понятно санкции эти чисто символические хотя странно правда почему в Крым не ездит такая прекрасная компания как РЖД а она выходит на полуостров под другим брендом так вот она так кляла Канаду США и Европу за то что они расширили санкции по Крыму что выдала вот такой прекрасный пассаж санкции давление политические оценки какие-то там бесконечные форумы обвинения вот это все было очень бы востребованным и необходимым в тот момент когда жители Крыма пытались провести референдум а им на протяжении многих лет это сделать центральной власти не давали где были санкции где были доклады где была правозащитная деятельность все это конечно такая циничная игра очень циничная еще раз жители Крыма якобы хотели провести референдум но им не давали но знаете если ставить вопрос таким образом во первых по украинскому законодательству нельзя проводить региональные референдумы и кто-то подумает что это украинское на ухо нет в России точно такое же положение попробуйте провести на референдум ну а почему бы не провести его снова в Крыму а лучше конечно провести референдум в Калининграде но тот кто об этом говорит и главное призывает я не призываю подчеркну по сути рискует столкнуться сразу с российскими правоохранительными органами а если кто-то начнет его проводить то в конечном итоге прилетят соколы Шойгу и начнут бомбить так сказать бороться против сепаратизма и отделения части Российской Федерации от российского государства все очень просто но Захарова говорит о том что вот жители Крыма хотели провести референдум а им не давали и тогда должны были американцы вводить санкции ну в смысле против Украины тогда возникает вопрос если Украина не давала провести этот референдум то какого хрена извините в 2014 году этот референдум был проведен а все правильно потому что территория уже на тот момент была оккупирована оккупирована Российской Федерацией возвращаемся к второй мировой войне потому что песочили Украину знатно последние годы после переворота на Майдане усиление нацизма на Украине стало просто очевидной проблемой для всего мирового сообщества как квалифицировать подобное заявление заявление Зеленского о тоталитарных режимах но что мы слышим Украина стала угрозой для всего мирового сообщества жалко что у нас этой ядреной бомбы уже нет тогда бы действительно все боялись и не насмехались факельные шествия чествование убийц на руках которых кровь тысяч людей стали там обыденной практикой однако подобные заявления переходят все границы в принципе они являются откровенным предательством историй своего же народа мы слышим оказывается Зеленский предал свой украинский народ однако мне хочется задать один простой вопрос а с какого это представители на Российской Федерации в принципе считают или имеют право заявлять по поводу Украины кто кого и зачем предал если говорить о предательстве то по моему лучше всего отталкиваться от 2014 года потому что все современники этих событий ну по крайней мере еще в доброй памяти и здравом уме хотя насчет здравого ума тут могут быть вопросы в окопах на поле боя когда солдаты и офицеры шли с единственной гранатой на фашистские танки это была единая красная армия которая сделала то что другие сделать не смогли а многие не захотели она освободила человечество от коричневой чумы . жалко что никого не интересует сейчас почему на советские солдаты и офицеры шли на танки с единственной гранатой но что по этому поводу говорит владимир александрович мы не колы не забудем о игоря поберченко командира танку т-34 який разом с экипажем першими разбили браму аушвейцу всех солдатів ударного батальйона 100 львівской дивизии який увійшли до табору під керівництвом полтовчанина еврейського походження анатолія шапіру та які разом з бійцями 323 22 дивизии першого українського фронту вызвали табор не забудемо и про майже девять миллионів українців військових и цивільних які загинули у другу світову війну боротьби с фашизмом на самом-то деле на российское государство и российское руководство современное бесит то что зеленский говорит от имени украины хотя от кого он должен говорить президент украины тут вроде бы как все логично но смысл в том что он говорит о вкладе украины в победу над фашизмом а если говорить о сепарировании победы то напомню что еще задолго до российского вторжения владимир путин как-то заявил что он рсфср ну в смысле россия победила бы на нацизм и без украины тогда это очень многих взволновало такое заявление но по сути тут спустя годы становится понятным что тем самым путин кремль обосновывают или начали обосновывать свои современные действия придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально вроде как слова касаются на второй мировой войны этот бесконечный спор кто на кого напал и кто он был волком а кто он барашком в тот исторический период ну что-то мне подсказывает что большие страны с такими геополитическими амбициями они все были волками но вот эта формулировка равная ответственность жертвы и агрессора она же прекрасна потому что сейчас они же нас в чем обвиняют не 75 лет назад а именно сейчас в том что мы защищаемся от российской военной агрессии и не просто так пытаются здесь сместить акценты сделать украину виноватой ну то есть мы виноваты в том что россияне на нас напали вот здесь по моему с моралью ну не очень хорошо ну и конечно особый привет хочется передать леониду кравчуку который заговорился до того что гитлер и сталин встретились во львове прямая цитата гитлер и сталин встретились во львове это же документ это не является секретом они пытались договориться конец цитаты я не знаю почему леонид макарович сделал это заявление в связи с возрастом может быть он как советский функционер что-то слышал по этому поводу но на переговоры между советским союзом и германии они же в той или иной степени продолжались во время боевых действий ну то есть неформальные или еще какие-то и чтобы изучать этот период истории то должно быть сделано одно простое движение должны быть открыты все архивы а о тех годах но этого в россии почему-то делать не спешат но ладно может быть леонид макарович и ошибся он все-таки у нас человек пожилой но вы послушайте с какой ненавистью о кравчуке говорят здесь знаете у меня вот один вопрос кравчуку вас чем там лечат вы после чего это все несете вы вы понимаете что вы все таки тоже каким-то образом ассоциируетесь так или иначе с политическим истеблишментом суверенного государства у которого есть свое место в организации объединенных наций и кстати говоря это место тоже отвоёвано кровью ваших же солдат вообще в своем все уме то там вообще осталось кто остался кто-то на украине кто может раздать им хотя бы какие-то первичные пособия по истории великой отечественной войны второй мировой войны но это же просто за предели мне кажется что в своем уме не кравчук или не в своем это на вопрос на украинского гражданина что он является на первым президентом нашей страны именно поэтому праву пользуются определенным уважением в украинском обществе а если на россиянам не нравится мнение на леонида макаровича вы просто можете не приглашать его включаться на российские ток-шоу где он это сделал но фраза кто вас и как вас там лечит говорит только об одном что вот эта вся история будет использована для того чтобы обосновать лечение украины здесь и сейчас они это называют воссоединение и это уже история современная с 2014 года она еще не закончилась самое интересное еще впереди будем ждать решение советского российского суда по поводу в незаконности распада советского союза читайте униан подписывайтесь на мой youtube канал чау и не болейте а то придет мария владимировна и будет вас лечить и 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